У меня есть вот такое ведро из Икеи. Его используют обычно в качестве кашпо, можно использовать как такой вот емкость для карандашей, ручек и так далее. Я хочу сегодня задекорировать и первое, что мы сделаем, это обязательно обезжирим металлическую поверхность ведра. То есть берете салфеточку спиртом или водочкой, намочили и обезжириваете всю поверхность. После обезжиривания обязательно загрунтуйте. Грунтовать я буду с помощью акриловой краски в аэрозоле. Можно грунтовать кисточкой, также акриловой краской, либо акриловой эмалью, либо специальным грунтом для универсальных поверхностей, либо для металлических поверхностей. То, что желтый цвет, не обращайте на это внимание, потому что грунтовать можно любым цветом. У меня вот получился желтый под руку попался. Далее я буду делать декоративные элементы. Для этого возьму массу самозатвердевающую джови, можно брать любой другой материал, которым вы привыкли работать. Возможно, это тоже будет самозатвердевающая глина, возможно, это будет соленое тесто, это гораздо дешевле. Возможно, это будут какие-то детские массы для лепки, затвердевающие на воздухе. Они тоже легкие и дешевые. Цвет массы тоже роли никакой не играет. Масса бывает и белая, и коричневая. У меня вот серая попалась. Теперь кусочек массы или любой другой материал для лепки, который вы используете, вы вкладываете. После этого, не давая массе высохнуть, достаете ее из формы. Обратную сторону смазываете клеем ПВА и приклеиваем на ведро. Прикладываете к поверхности, аккуратненько прижимаете и такие элементы наложите по всей окружности. Элементы высохли и теперь я все ведро прокрашиваю вот в такой зеленый цвет вместе с элементами. Когда зеленая краска высохнет, залакируйте одним слоем акрилового лака. Теперь я возьму две краски оттенок бронза, но одна темная бронза и бронза более светлая. Это акриловые краски и продолжим работать ими. Сначала я буду пользоваться темной бронзой. Рядышком под рукой обязательно держите влажную салфетку. Темной бронзой прокрашиваете поверх зеленой краски залакированной полностью поверхность и и сразу же, пока краска не высохла, убираете излишки темной бронзы. Краска эта остается только в углублениях и в местах соединения элемента с поверхностью, создавая вот такой эффект объема. Так проходимся по всей поверхности ведерочка. И вот использовав два оттенка цвета бронза, мы с вами получили такую интересную работу. Можно теперь использовать его как кашпо под цветы, как подставочка, например, под карандаши, кисточки, под какие-то столовые приборы. Это очень удобно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!